Что касается аспарагуса, учитывая то, что спаржа бывает мини, спаржа бывает молодая, спаржа бывает уже такая, грандмазер называется, такая толстая. Толстую спаржу, конечно, надо зачищать корешки, а вот такую не обязательно. Вот эту часть я срезаю. Многие выбросят это, а я, как всегда, буду собирать для того, чтобы потом сделать либо овощной соус, либо крем-суп. Я уже как-то показывал, как я из обрезков брокколи, к примеру, делал шикарнейший суп. И вам, кстати, он всем понравился. Я читаю комментарии, поэтому на всякий случай не пальцем.